Девушки отдыхают Столько крутых тачек и ни одного реального пацана! Кляк! Кляк! Это есть! Значок твой. Отделу нравов эти парни уже снятся в ночных кошмарах. Самые отвязные детективы меняют высотки Атланты на бронзовые пляжи Майами. Шальные деньги, большие пушки и разноцветные бикини. Миссия, что надо. Накануне собственной свадьбы Бен отправляется с братом своей будущей жены, крутым полицейским Джеймсом, в Майами, чтобы схватить наркодельца. Комедийный дуэт Айс Кьюба и Кевина Харта возвращается на большие экраны в фильме «Миссия в Майами» — сиквеле комедийного блокбастера «Совместная поездка» 2013 года. В 2013 году оригинальная комедия постановщика Тима Стори «Совместная поездка» собрала 150 миллионов долларов, окупив бюджет шесть раз. Собственно, продолжение было не избежать. Решение о сиквеле подкреплялось тем, что тогда на ура шли комедии с Кевином Хартом в главной роли. Да и рэпер Айс Кьюб — стабильно продающийся актер. Чтобы результат миссии в Майами был не хуже, чем у оригинала, им в подмогу отправили Бена Бретта в роли отпетого наркобарона, сексапильную Оливию Манн в образе наркополицейской и комика из популярных ситкомов телеканала NBC Кена Жонга. Бюджет вырос до 40 миллионов, но сиквел все равно уже отбил затраты, собрав только в американском прокате более 120 миллионов долларов. Правда, сделала эта миссия в Майами с меньшим задором, чем три года назад. Здорово всем вместе опять собраться на съемках нашего любимого фильма. Как только мы приступили к первому дублю, сразу между мной и Айс Кьюбом образовалась та самая химия, которая была и три года назад. Мы с ним сработались еще в первом фильме, и тут на съемках сиквела все вернулось. Невозможно научиться понимать друг друга, взаимопонимание между людьми либо есть, либо нет. Мы с Кьюбом отлично поладили и вообще не задумывались о том, что мы работаем. У нас с Кевином все началось с взаимного признания. Мы очень уважительно относимся к творчеству друг друга. Кроме того, нам очень подходили образы наших героев. Нас с Кевином можно было бы сравнить с дуэтом Мишки Йоги и его племянника Бу-Бу. Наш дуэт получился очень сбалансированным. Мы понимали друг друга практически без слов. Мы уважаем друг друга за свои достижения в карьере, за то, какое место в этом мире и шоу-бизнесе каждый из нас занимает. Поэтому нам было просто друг с другом. Ну и по сценарию нам пришлось играть две противоположности. Причем Кевину достался образ полного идиота и хлюпика, с которым он идеально справился. Он вообще обожает изображать всяких приблотненных придурков. На первом фильме вся съемочная группа работала очень усердно. Реально парни выкладывались. И в результате отличный бокс-офис. И вот мы уже снова вместе и снимаем продолжение успешной франшизы. Мы все решили сохранить тон первой ленты. Держать нужный баланс между экшном и черным юмором. К тому же я Кевин воспринимаю как своего младшего брата. Мне с ним весело, прикольно, интересно. Клево, в принципе, с ним вместе работать. Американская кинопресса заслуженно упрекает авторов миссии в Майами в том, что они снимали сиквел исключительно ради финансовой выгоды, нежели любви к искусству. Причина подобных претензий проста. Ничего нового сценаристы и режиссеры не предложили. Создается ощущение, что они, в общем-то, и не хотели. Сюжет первой части строился вокруг главного героя, охранника Бена, который отправляется вместе со своим Шурином Джеймсом в патруль по Атланте, чтобы доказать, что он достоин жениться на Анжеле, сестре Джеймса. Во второй серии история развивается спустя год, когда накануне собственной свадьбы охранник Бен отправляется со своим Шурином Джеймсом в Майами, чтобы схватить наркодельца и доказать, что он достоин жениться на Анжеле, сестре Джеймса. Как видите, новинок по сравнению с оригиналом немного. Я всегда говорил и скажу снова, что успех первого фильма, ровно как и второго, держится на идеальном попадании в тандем двух актеров Кевина Харта и Айс Кьюба. Между ними возникла актерская химия, которая и вытащила весь сюжет и сделала из кино хорошую комедию. Я давно знаю их обоих, тем более, что мы с ними вместе работали прежде. Я снимал стендап-шоу Кевина Харта, а с Айс Кьюб мы с начала нулевых снимаем комедийную франшизу «Прикмахерская». Поэтому, когда они оба в 2013 году предложили мне снять совместную поездку, то я особо не раздумывал. Мне понравилась идея, сюжет, а уж в комедийных способностях двух моих друзей я никогда особо и не сомневался. Единственное, что могло стать барьером, это разница в статусах Кевина Харта и Айс Кьюба. Но тут Кевин совершил невероятное и сразу же сказал, что будет играть идиота из кожи вон лезущего ради одобрения персонажа Айс Кьюба. Так мы справились с возможными терками между афроамериканскими братками. Приезжай немедленно, у меня свадьба в субботу и уже не важно с кем. В начале 2014 года фильм «Юниверсал Пикчерс. Совместная поездка» стал настоящим блокбастером, собрав в международном прокате более 150 миллионов долларов. Секрет успеха картины в том, что зрители искренне полюбили комичный дуэт героев Айс Кьюба и Кевина Харта. Как правило, работа над сиквелом не начинается до тех пор, пока зрители не оценят первый фильм. Однако кинематографисты, работавшие над комедийным боевиком «Совместная поездка», начали задумываться о сиквеле намного раньше. Проблема любого сиквела всегда заключается в стремлении авторов быть как можно ближе к оригинальному фильму. Перед ними стоит огромная ответственность. На сиквел придут фанаты первого фильма. Они хотят увидеть любимых персонажей и получить от этого удовольствие. Поэтому зрителей нельзя ни в коем случае разочаровывать. Но с другой стороны, в сиквеле нужно уже как-то разнообразить сюжет, сделать что-то другое, чем в первой ленте. Нельзя просто руководствоваться идеей сделать сиквел, у вас должно быть все другое. Локации, место действия, второстепенные персонажи. Только главные герои должны перекочевать из одного фильма в другой. Именно они должны развиваться на экранах, а аудитория будет с радостью наблюдать за их развитием. Вот поэтому в миссии в Майами мы кардинально поменяли место действия, перекинули главных героев из Атланты во Флориду, самый сексуальный город Америки. А еще мы намешали самых разных персонажей и добавили тем самым остроту в сюжет, как мне кажется. В общем, мы постарались не разочаровать поклонников совместной поездки, теперь их ждет совершенно новое приключение. Определенную тональность фильму действительно придали съемки в Майами. Еще до начала производственного периода Пеккер и Стори слетали в город на южном побережье и осмотрели район Ocean Drive, подбирая локации. Авторы специально искали зрелищные локации, которые бы соответствовали и гармонично дополняли то, что происходило бы впоследствии в кадре. Все актеры и члены съемочной группы понимали, что наилучшим способом передать красоты Майами — снимать на месте. Продюсер Уильям Пеккер утверждает, что выбор этого города был обусловлен не только колоритом, но и историей. Ведь в Майами обожают прописываться все вымышленные киношные злодеи. Будь то знаменитое прибрежное шоссе A1A, по которому напарники въезжают в город, или сцена погони за A.J.M. в Маленькой Гаване. Город открывал для кинематографистов свой безграничный потенциал. В Атланте всех новых дилеров снабжает Антонио Поуп из Майами. Нарой о нем побольше. Дайте два дня. Собирай команду и вперед. Майами? Что, и я поеду? Ты, главное, вернись и на свадьбу не опоздай. Дорогая, стринги не видела? В моем верхнем правом ящике. О, боже. О, нет, в своем ящике для труселей нашел. Мой герой, Антонио Поуп, совершенно бесстрашный человек. Он ничего не боится. А с чего ему, собственно, бояться? У него в кармане вся местная полиция, он дружит с политиками. А Майами — его город, он в нем король, он неприкасаемый. Но тут все начинает рушиться, когда в Майами объявляются парни из другого города со своим расследованием. Ситуация усугубляется тем, что Поупу приходится иметь дело не с реальными пацанами, а с полицейским и его дебилом-напарником. Это все сильно выводит Антонио из равновесия, ведь нет ничего страшнее, чем иметь дело с простыми идиотами. Если Бенджамин Брэдт сыграл в миссии в Майами отпетого негодяя-наркобарона, то роль полицейского детектива Майи из отдела по борьбе с наркотиками продюсеры отдали Оливии Манн, звезде сериала «Служба новостей» и готовящегося к выходу фантастического боевика «Люди Икс Апокалипсис». Поначалу актриса не была уверена, что сможет выкроить время в своем плотном рабочем графике. Но затем она увидела по телевизору шоу Кевина Харта и не смогла противостоять искушению поработать с этим актером. На первой же встрече с Кевином Хартом мы сразу же почувствовали себя братом и сестрой. Я позвонила своим агентам и попросила их найти время в моем расписании для съемок в этом фильме. Мне хотелось стать частью этого проекта, и все тут. Играть Майю мне очень понравилось. Разумеется, иногда ей приходится использовать женское очарование, чтобы добиться своего. Но большую часть времени она носится как угорелая, стреляет, дерется и ни в чем не уступает мужчинам. Мне было забавно почувствовать себя полноценной героиней боевика и чувствовать себя с мужчинами наравне. Ну а работать с Кевином Хартом – просто подарок судьбы, потому что он – живое воплощение жанра комедии. Смешные фильмы должны быть именно такими, как сам Кевин – жизнерадостными и неуемными. Зрители смотрят эти фильмы только из-за самого Кевина. Еще одной комичной находкой миссии в Майами стал комик Кен Джонг. Актер хорошо известен по комедийным ролям в полнометражном кино и телевизионных сериалах. Пожалуй, самыми запоминающимися стали его роли в трилогии «Мальчишник» и в телевизионном сериале канала ABC «Доктор Кен». В фильме «Миссия в Майами» ему предложили сыграть подпольного компьютерного хакера Эй-Джея, который помогает Джеймсу решить головоломку в Майами. Если дело касается чего-то нелегального, Эй-Джей всегда готов прийти на выручку. Впрочем, следует подготовиться к тому, что помощник будет отпускать непонятные комментарии и превозносить свой талант дамского угодника. Выдаешь сестру замуж за напарника? Проснулась? Коп! В постели? Коп! Кори, лучший организатор свадеб по всей Атланте. Дальше вы делаете вот что. Не смей мне указывать, женщина! А то что будет? Я восстану! Нет! Показать как! Вентилятор пытался меня убить! Кевина Харта невозможно перехвалить. Он совершенно лишен тщеславия, и с ним невероятно приятно работать. Кьюб, в свою очередь, был своеобразным грузилом, который не позволял нам слишком уж зарываться. Мы могли бомбардировать его шутками, он все терпел и не терял самообладание. Мне даже пришлось подключать свой комичный тембр голоса и различные ужинки и мимику. Словом, я использовал весь свой комедийный арсенал. Несмотря на авторитет обоих исполнителей главных ролей, Кевина Харта и рэпера Айскьюба, а также неплохие актерские образы Бенджамина Бретта и Оливии Манн и впечатляющие кассовые сборы, кинокритики остались в целом недовольны миссией в Майами. Общий вывод из всех рецензий можно сделать следующий, со ссылкой на авторитетный журнал «Верайте». Миссия в Майами — это еще одна вымоченная, глупая и ориентированная на финансовую выгоду попытка эксплуатировать жанр полицейского боди-муви в комедийном русле. Субтитры создавал DimaTorzok